Уважаемые товарищи, я также хочу поблагодарить Андрея Венча за теплый радушный прием. Мы вчера отработали здесь целый день и еще раз, будучи на предприятиях, на объект социальной инфраструктуры убедились в том, что программа Компартии Российской Федерации – это выверенная система мер, направленная прежде всего на развитие экономических программ, в целом народно-хозяйственного плана, направленная на решение проблем благополучия наших граждан и возрождение нашего государства как крупной социальной державы. Состав сегментов нашей программы зиждется прежде всего на 9 таких крупных блоках, которые мы хотели бы вам продемонстрировать и показать. Они не новые для нашего с вами разговора и, естественно, первый вопрос, который мы ставим во главу реализации успешности нашей программы – это кадровый вопрос. Иосиф Васильевич в свое время сказал, Сталин, кадры решают все. Опыт последних 30 лет еще раз доказал, что эти слова пророческие, они были практикой Советского Союза хорошо продемонстрированы, были взяты на вооружение многими странами, и в этих условиях эта практика продолжила свое доказательное шествие по нашей стране. Мы вспомним работу наших уникальных губернаторов, таких как Кондратенко, Стародубцев, Виноградов и многих других, что в эти сложные времена умело держал ситуацию в своих регионах. И мы гордимся сегодня нашими молодыми губернаторами – и Клочковым Андреевичем, и Левченко Сергеевичем, и Коновалов присутствует. И Найдер Андреевич назвал многих других наших выдающихся руководителей, которые также вписываются в эту парадигму бережного отношения к кадрам. Но кадры, они готовятся, должна работать целая система, целая служба, которая готовит кадры. Именно главными критериями в этом плане мы считаем тот опыт, который, исходя из жизненной составляющей, те или другие руководящие кадры, выдвигаемые на работу, получили. Профессионализм. А в условиях вот этой тотальной коррупции, конечно, и моральные качества выходят на первую ступень. Одним словом, не случайно сегодня партия готовит свои кадры. У нас работает этот институт успешно, и мы в большей степени сейчас будем уделять внимание подготовке наших экономических кадров. Вторая составляющая – это, конечно, план. 30 лет отсутствия плана под флагом «Рынок отрегулирует все» привел к разрухе многих отраслей народного хозяйства, в первую очередь уникальных, на чем зиждилась величие нашей большой советской державы, наша великая победа. По существу сегодня уничтожено станкостроение, авиастроение, электроника. Мы сегодня во многом зависим как раз от тех наших недругов, которые поставляют нам даже на системы оборонного значения электронику. Мы видим, что без плана невозможно действовать самым серьезным образом, решая те поставленные задачи в голову угла, в том числе и социальные. И здесь снова выходит пятилетка Левченко на первый план как дополнение к тому опыту, который мы с вами имеем в советское время. Здесь как никогда всплывает уникальный опыт Примакова-Муслякова, который сумел за год на 16% в этом тотальном уничтожении по существу нашей державы как дефолтной вывести на такую динамику. Независимость экономической нашей державы, без нее невозможно ни формировать бюджеты, ни эффективно расходовать, ни поднимать ни экономику, ни промышленности, ни сельское хозяйство. Мы в этом ключе еще раз говорим, что ВТО является глобальной системой по захвату рынков развивающихся стран, именно той золотой миллиардной составляющей, которую представляет прежде всего Соединенные Штаты Америки. Мы посчитали и увидели, что только впрямую, запрещая развивать производство, ограничивая рынки наши, через таможенные пошлины, потеряли 1 триллион, а последовательно 4 триллиона. Сколько можно продолжать это губительское действие? Исходя из этой ситуации, мы, уважаемые товарищи, говорим о необходимости выхода из ВТО или работать там на условиях, приемлемых для нашей страны. Исходя из этого, мы должны изменить денежно-кредитную и налоговую систему. То есть это важнейший блок, который мы будем раскрывать по ходу и выступлений, и моего доклада. Я должен сказать, что сегодня банки прихвачены иностранным капиталом. Сегодня инвестиции иностранные идут не через физику и развитие какого-то производства, а просто перехват собственности и игра ценными бумагами. Это факт доказанный, не требует сегодня каких-то дополнений в разъяснении. Исходя из этого, мы, конечно, видим, что сегодня аудитерские компании во многом принадлежат иностранцам. И если эти банки принадлежат базовым иностранцам, ну, Сбербанк 40% американцам акции имеет. Но как можно, по большому счету, работать в этих условиях? Почему наши сегодня предприятия не могут получить все эти годы дешевых длинных кредитов для того, чтобы восстанавливать экономику, базовую ее составляющую? Да потому что целенаправленная политика идет в этом плане, а последние годы она просто удушающая. У нас монетизация сегодня на уровне 40%, в Соединенных Штатах Америки более 100%, в Китае 200%, в Японии 250%. У нас сегодня в борьбе за низкую инфляцию, инфляцию снижаются доходы и снижается вся система роста ВВП. А исходя из этого, мы с вами с этими великими ценными деньгами и с этой ставкой банковской уничтожаем все и вся. Давно любому нормальному человеку это понятно, но нам это все необходимо разгребать и решать. Точно так же в налоговой системе. Сформировать бюджет через налоговую систему можно, безусловно, но у нас есть бюджетное правило, оно отсекает все и вся. И большие триллионы уходят в другие места, в иностранную экономику. Дальше это тоже терпеть нельзя. Как и НДС, который утяжеляет составляющую себестоимости в наших промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. И много другого на этом направлении, что необходимо отменять и жестко корректировать. Например, 50% прибыли оставлять на инвестиционные программы. Ну и так далее, и так далее. Уважаемые товарищи, промышленность и сельское хозяйство, безусловно, без развития и приоритета невозможно в этом плане действовать самым серьезным образом. Государство обязано вести в этом ключе соответствующий приоритет. Наши севера и Дальний Восток. У нас есть комитет, будет сегодня выступать Николай Михайлович Харитонов. Советский Союз справлялся с этим. И царь справлялся, поддерживал всегда для того, чтобы страна была единая, осваивая в Сибирске и дальневосточные просторы. Там богатство. Там мы и сегодня из этой колдовой черпаем много и много. Но используем по-хамски. А люди, которые там, мы к ним относимся второсортно. Уничтожили все льготные системы, которые позволяли жить достойно на северах, отдыхать потом и так далее, и так далее. Эту тему надо нам самым серьезным образом расширять и действовать. Развитие производственной социальной инфраструктуры. Корреляция в этом плане является тем источником движения вперед, который нельзя переоценить. Если нет социальной инфраструктуры, если нет производственной инфраструктуры, то невозможно вести неглубокую переработку, невозможно привлечь молодежь и так далее, и так далее. Этому блоку мы уделяем первостепенное значение. Контроль. Не только счетная палата должна заменить все эти аудиторские американские конторы, но народный контроль. Тот контроль, который мог действенно работать от муниципалитета до федерального бюджета. Что касается социальной политики, Невислав Ханвеля, по ширине уровня жизни, это высший смысл, это самые высокие критерии в целях. И инновации, высокие технологии, как фундамент развития, эти базовые системы, которые мы с вами, уважаемые товарищи, ставим в главу нашей программы. Сегодня мы видим, что власть, игнорируя вот эти базовые вещи, просто-напросто должна уйти в отставку, исходя из того, что ввергло нищету в нищету наш народ, а производство в разорение. Не случайно ушли в отставку правительство России, новое правительство, которому поручено решать те вопросы, которые являются и сутью нашей программы. И все эти годы мы боремся, исходя из наших возможностей на этих направлениях. Вот первый, второй слайд мы хотим как раз показать вопрос о демографии. Советский Союз, назову одну цифру, с 40-го года по 90-й прорастал в 1,8 миллиона человек в год, несмотря на 27 миллиона потери. Вдумайтесь на ту работу, на ту заботу и на ту систему мер, которая обеспечила этот рост. Сегодня мы видим, мы потеряли 13,5 миллионов человек, выехал 10 миллионов человек. Мы видим, что в этом плане демография сегодня вышла опять на устойчивые системы вымирания. И нам говорят, это гендерная яма, там, значит, туда-сюда. В то же время видим, как 60% у нас распадают семьи, каждая вторая беременность прерывается. Видим, как в доходах семья с одним ребенком 12% бедных, с двумя 26, с тремя уже 50% и так далее, и так далее. И в этом ключе, подержите слайд побольше, в этом ключе мы можем посмотреть стипендий, студент, пособие по безработице, МРОД и другие показатели. Они сегодня, конечно, нищенские, и если их посмотреть через потребительскую корзину, рассчитанную по средним уровням, вы видите, какая здесь диспропорция. И рядом мы можем посмотреть, какая зарплата у нас в Сбербанке, что у нас есть в нефтеперерабатывающей промышленности. Мы видим, что за 30 миллионов получают все направления в Роснефть, 25 сбербанки, и пошли, и поехали. И наши эти 13 тысяч рублей пенсии, и наши 35 тысяч, все, что касается средней зарплаты. Но обратите внимание, уважаемые товарищи, на ситуацию, что 16 триллионов уже долг у наших граждан. 16 триллионов. И в этом ключе я особенно хочу подчеркнуть, что по большому счету дальше невозможно так жить и терпеть, потому что в последние годы падает доход. Мы посмотрели на 6 процентов с 2014 года и возросли соответствующие на 30 процентов цены на основные товары. Все это, конечно, в итоге сказывается на развитии экономики. И мы вот вам хотим тоже продемонстрировать, и вы увидите, что инвестиции и ВВП, исходя из систем, даже той инфляции, которая есть, просто-напросто нулевые. Нет движения вперед, в то же время рост долга каждый год в 2 триллиона прирастает, как и обслуживание уже выходит на 1,2 триллиона. Свои деньги отдаем и храним там под малые проценты, а там, исходя из того, что денежно-кредитная система подчиняется интересам наших производителей, все делается для того, чтобы наши производители брали кредиты за рубежом. Видим, что сегодня чуть ли не под весь золотовалютный резерв мы набрали кредитов корпоративных. Уважаемые товарищи, ну и мы видим, что рост промышленности, он имеет только лишь на системах природопользования с точки зрения добычи полезных, ископаемых нефтехимия, металлургия. А все, что связано с машиностроением и станкостроением, все продолжает падать. Уважаемые товарищи, сельское хозяйство в этом плане тоже не может похвастаться большим результатом, но все-таки мы имеем не 109 за эти годы, как по промышленности, после того, что я уже говорил, ноль при инфляции. Здесь мы имеем 129% в целом прирост, а про сневодство от 138. Решены ряд проблем, допустим, производства мяса птицы к 90-му году, но в 2,8 раза мясо-свинина вышли на уровень. Но кукуруза в 5 раз верно, пшеница, много чего в этом плане сделано, в том числе сырье для сахара, производство его. Но базовые отрасли, животноводство молочное в загоне, 57 миллионов было скота, сегодня рожки и доножки в 3 раза сократились, из 57 миллионов молока, который производили сегодня, 18 миллионов товарного. И здесь проблему решать необходимо, и мы ее обязаны решать, как и мясо говядины. Здесь тоже у нас провалы, и, конечно, кладово-ягодная продукция и виноградники. Мы принимаем сейчас активные в этом направлении наши действия. Я чуть об этом скажу ниже. Задачи здесь стоят огромные. Пожалуйста, следующий слайд. Уважаемый товарищ, формирование бюджета. Сегодня правительство предложило нам на трехлетку бюджет, исходя из 20, 21 и в 22 году 22 триллиона. И когда мы смотрим, как же распределяются эти средства, ну, допустим, сальная система, мы сравнили с 2014 года, мы увидели, что минус 1,1 триллиона. В сравнении, если взять экономический комплекс, на 536 миллиардов меньше, на образование 62 миллиарда меньше. То есть, по большому счету, прошло много лет, и мы ничего вроде имеем, цифры большие, но ничего не имеем реального в приросте решения этих конституциональных проблем. Я хочу, чтобы у нас с вами в этом ключе было соответствующее понимание. Наша задача, программа без бюджета консолидированного федерального, это не программа, это сердце программы. Поэтому мы предложили, сформировали свой бюджет, он от 20... Назад верните, пожалуйста. Слайд назад верните. Значит, он у нас от 27, 20 год, 33,9, в 22 году насчитывается. Еще он составляет это дополнение. Мы решаем вопросы, связанные с прогрессивным налогом, монополию на виноводочные. Мы решаем проблемы диафшеризации. Мы замораживаем фонд национального благосостояния на уровне 8,2. Мы убираем ряд тех налогов, мешающих систем, как бюджетные правила. Убираем все, что связано с снижением или льготы на пошлины, вывозные. И решаем таким образом задачу. Важно, и прописываем это все, важно, уважаемые товарищи, не только сформировать, но и как решить задачу распределения бюджета. Я вам сказал, как распределяется бюджет, который предложил нам правительство. Как мы его распределяем? Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы уже об этом сказали, еще вперед. Еще один слайд. КПРФ, предложение, слайд. Следующий. Еще дальше, двинь слайд. А, все. Уважаемый товарищ, что мы предлагаем? Мы предлагаем, конечно, и увеличить полтора раза социальные составляющие, но и в два раза здравоохранение, образование. Мы поддерживаем экономику и так далее, и так далее. То есть мы решаем задачи из тех главных, обозначенных по улучшению и развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства и нашей социальной сферы. Но, безусловно, опять институциональная система мер, которая должна обеспечить это функционирование, созданный нам бюджет. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, уважаемые товарищи, пусть так пока этот слайд побудет, я хотел бы сказать о институциональных проблемах, которые мы должны решать. Конечно, это укрепление государственного сектора экономики. Конечно, это решение задач, связанных с дешевыми кредитами, с инвестиционной политикой нормальной, льготной. Конечно, это развитие производительных сил и их размещение. Вот те базовые вещи, такие как дисциплин труда, ответственность кадров, значит, вопросы борьбы с коррупцией, доступные дешевые энергоресурсы и, конечно, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса – это главная вещь. Потому что сегодняшняя власть, верни слайд, который был до этого, сегодняшняя власть, вот она не только через те системы мер, о которых я говорил, значит, не финансирует сегодня национальные проекты, государственные программы, но и даже напрямую, без пересчета. Если мы, допустим, берем нашу государственную программу развития сельского хозяйства и продовольственных рынков, 266 миллиардов, оставь кто-то, знает, который был. 266 миллиардов, значит, просто-напросто не выделила по паспорту эти деньги, все. Ну как же, принята программа, почему не выделять? Вот мы посмотрели и предложили сегодня выйти через федеральную составляющую бюджета к 2025 году на 500 миллиардов, исходя из того, что недофинансировано дать к тому паспорту, значит, и выходим на 500 миллиардов. Решая в целом уже, значит, с региональными структурами, мы выходим практически на 1 триллион. На 1 триллион, значит, и кроме этого у нас появилось еще по существу 3 программы. Комплексная программа развития сельских территорий, 2,3 триллиона вместе с регионами, и уже с 2020 года она работает, это плюсом к этой программе. Третья программа, это вторая целина на 1,4 триллиона, и мы сейчас ее разработали, и все делать будем для того, чтобы с 2021 года она пошла в финансирование, потому что 40 миллионов надо поднимать, с 80 миллионов гектар, которые сегодня у нас есть в обороте, а было в 90-м 117, нам надо выходить на этот уровень. А это, конечно, дополнительно еще 50 тысяч комбайнов как минимум, это 100 тысяч тракторов как минимум, то есть это решение проблем жилья, инфраструктуры сельской, это логистика и так далее, и так далее, это миллионы рабочих мест, это все, что связано сегодня с решением главной задачи. Уважаемые товарищи, дальше двигаемся, вот решая эти базовые вопросы, в том числе инфраструктурные проблемы по развитию промышленности и сельского хозяйства, мы их тоже обозначили, начиная от финансирования бюджета, заканчивая подготовкой кадров, мы выходим на решение базовых задач. Базовые задачи, они заключаются у нас с вами в первую очередь увеличение продолжительности жизни на 5 лет, мы выходим с вами на возвращение пенсионного возраста на тот уровень, который был до этой реформы, мы решаем проблему удвоения заработной платы, выход на 40% уровня пенсии к заработной плате, мы решаем задачи в промышленности восстановления того великого, что уничтожено от танкостроения до авиастроения, мы решаем задачи возвращения все оборот по селу в 117 миллионов гектар, решаем все задачи, связанные с инфраструктурой сельской. Для этого у нас, товарищи, есть с вами все, что связано с подготовкой соответствующих законопроектов. Законопроекты по национализации, по прогрессивному налогу, по монополии, по диапширизации и самые технологичные законы, которые связаны с экологией, мы подготовили и многие на этом направлении приняты. Это наши законы, и 219 экологически нормировано, 458, или там 415 по лесу, 27 по защите лесных угодий и так далее, и так далее. То есть вот в этом ключе у нас много сделано, и вот Сергей Юрьевич, решая задачи лесные, там в 10 раз почти, или там в 8 раз увеличил бюджет, он пользовался как раз 458 законом, как он должен работать. А вчера Андрей Юрьевич нам показал, как надо работать, пользуясь 458 законом. Это закон об обращении отходов. Его региональная компания сегодня имеет один из самых дешевых коэффициентов платежей и решает задачи. И когда мы принимали закон, мы муниципальную часть, которая не может ничего решать, не имея денег, ее задача вынесли на региональной, возвратив федеральную часть сюда со своими фондами, подтянув сюда муниципалитет, создавали эту единую систему для решения проблемы, а не воровства. Но чиновничий рай все сделал для того, чтобы не закон запустить в работе на дело, а наоборот закон запустить в работе на разграбление и так далее, и так далее. В целом, уважаемые товарищи, я хочу особенно поблагодарить наших руководителей. Вот мы уже говорили о Серебрякове, Сергея. Он будет сегодня выступать. Трудно, сложно, но уникальный коллектив, который сегодня создал такую систему машин, которую мы гордимся и которую с удовольствием используют наши селяне. Мы говорим об Абкине Константине. Он создал огромную ассоциацию. Мы говорим о необходимости возрождения сельхозмашиностроения, но мы не на голом листе. Комбайны, которые он производит здесь, на Орловской земле, два года назад получили такую прописку в сравнении с другими комбайнами, и в том числе и немецкими, и американскими, наши доказали преимущество. И были куплены аграриями Орловской области, еще раз пропагандируя эту систему. Мы говорили о Павле Николаевиче, здесь сидит Сергей Казанков. 16 миллиардов его хозяйства сегодня производит воловой продукт. Миллиард 800 дает налогов. 3000 человек. 638 магазинов по всему Поволжье. Лучшая продукция. Еще раз мы говорим о величии труженика нашего и населения в промышленности. Это они в 1942 году сумели только за год поставить на гора 24 тысячи танков и 22 тысячи самолетов. В 1942 до лучших танков и лучших самолетов. Мы убеждены, что наша программа отвечает чайным интересам нашей Родины и нашему народу. И мы за нее с вами должны биться и все сделать для того, чтобы она не под каким-то сукном лежала, а она сегодня должна работать. Сегодня аграрная комплексная программа наша и по целине, и та, что касается развития сельского хозяйства, она сегодня в действии, но она требует от нас напряжения. Я хочу в этом плане поблагодарить нашего лидера, Геннадий Андреевич. Нам без него было бы невозможно пробить вот эти программы, хотя мне пришлось сразу три их докладывать и у Путина, и на Совете Национального Собрания, и в правительстве. Но именно это нам вместе помогает сегодня чувствовать себя не лишними в борьбе за наш народ и за нашу Родину. Спасибо, желаю всем удачи. Продолжение следует...